Конфетный язык – так называли москвичи творчество рекламных авторов, хотя на заре рекламы в Российской империи на рынок продвигали не только кондитерские изделия. Здравствуйте! Вы смотрите «Прогулки по Москве» и сегодня мы пройдемся по местам, где зарождалась московская реклама. Прогулки по Москве «В их изящном, внешнем и логическом содержании» из объявлений Первого в России рекламного агентства. Обрусевший тех Людвиг Метцель стал первым, кто основал в Российской империи рекламное агентство. Центральная контора объявлений торгового дома «Метцель и компания» располагалась на древней московской Мясницкой улице. Однако реклама в России появилась задолго до Людвига Метцеля. Еще купцы Киевской Руси пользовались услугами профессиональных глашатаев – зазывал. Их заклички, уговорки, многословные речитативные уговоры – первые опыты отечественной рекламы. Крыватое выражение «кричать на всю Ивановскую», то есть что-то громко провозглашать, издавать шумные звуки, появилось от традиции объявлять царские указы глашатыми с Ивановской площади Кремля, что рядом с колокольней Ивана Великого. Со специального возвышения монаршью волю доносили для всей Московии. Сегодня это можно назвать прообразом политической рекламы. Сам термин «реклама» стал приживаться еще в XVIII веке. Василий Ключевский в «Истории государства российского» упоминает, что Екатерина Великая была уверена, что ее реформам была очень нужна реклама, которой она и прибегала от начала своего царствования. В 1763 году было напечатано объявление о том, что по поводу коронации императрицей проводится маскарад «Торжествующая Минерва». Еще одной из простейших форм первой рекламы были народные картинки – лубки. Рисунки, нанесенные на картон, носили образовательную, развлекательную, религиозную и коммерческую цель. Настоящую табачную рекламную кампанию через лубок развернули во времена Петра I. Люди глупо доверчивы. Вся реклама мира основана на трех принципах – хорошо, много, даром. Поэтому можно давать скверно, мало и дорого. Александр Грин, писатель. Сегодня у нас в гостях Владимир Ведута, директор рекламного агентства. И с ним мы будем говорить о рекламе. Владимир, спасибо, что пришли к нам в студию. Первый вопрос. Реклама происходит от латинского слова «reclameo», что значит «возвещать». Возможно ли сегодня представить вообще торговлю и наш мир без рекламы? На самом деле, я думаю, без этого не только торговлю и наш мир невозможно ничего представить. Потому что реклама – это не только двигатель торговли, как говорится. Реклама – это уже политика, реклама – это уже те моменты, когда через рекламу не только формируется рынок, а уже и мировоззрение потребителя формируется. Поэтому на сегодняшний день, на мой взгляд, без рекламы мы никуда. Но при этом мы же понимаем, что порой реклама играет на довольно-таки низменных чувствах человека, апеллирует к низменным чувствам. Как вот здесь быть? К сожалению, да, те, которые придумывают рекламу, на сегодняшний день не гнушаются всего. Лишь бы достичь цели, да, или в экономике, или в политике, да. Главное – получить результат. Какими способами, средствами – это уже второй вопрос. И здесь это плачевно, здесь это отрицательная сторона рекламы. И многие на сегодняшний день относятся к этому негативно, что люди видят, рекламируя строительные материалы, а там девушка совершенно в неприглядном виде. Или какие-то детские товары, да, рекламируются, а там совершенно не те средства, которые должны были видеть дети. Но при этом многие считают, что именно такая реклама за счёт таких образов, она наиболее эффективна. То есть она привлекла ваше внимание. Если человек остановился, если человек посмотрел, обратил внимание, то рано или поздно он при выборе того или иного товара или услуги, он опять-таки будет пользоваться неосознанно, может быть, тем образом, который засел у него в подсознании. Вот вообще, возможно ли эффективная реклама? Я думаю, она возможная, но это чуть больше труда нужно приложить к ней. А эффективная реклама без привлечения вот этих, без апеллирования к таким низменным потребностям и страстям человека, эффективная реклама может быть? Я думаю, может быть. Но опять мы не должны психологию отсюда убирать. Психология человека, да, вот какие-то те внутренние, которые мы даже можем не думать об этом, да, но те психологи, маркетологи, которые придумывают это, они это очень прекрасно знают. Но опять, если хороший товар, если этот товар качественный, если его предоставлять в правильном понимании, в правильном русле, я думаю, что можно обойтись из этих вещей. Если мы хотим продать быстро, некачественную услугу или товар, который нацелен только на сегодняшний день, продал и забыл, то да, здесь нужно, наверное, смотреть на то, на что прибегает производитель. Ну, вот вы сказали, что есть ли качественный товар, но по рекламе действительно можно ли определить, качественный товар или услуга или нет? Вы знаете, я на последнее время сталкиваюсь на то, что чем агрессивнее реклама, тем некачественный товар. Вот мое мнение такое, потому что есть товар, который может быть менее рекламируется или более подается не в агрессивных тонах, но он намного качественнее и более доступный для потребителя на сегодняшний день. Поэтому здесь, наверное, вот у меня сейчас сложилась такая тема, агрессивней, нечеловечней, значит, надо задуматься, а правильно ли все делают для потребителя, хорошо ли это будет в конечном счете для потребителя. И услуга, и товар, сейчас как-то так. Но при этом многие говорят, что хороший товар, он вообще не нуждается в рекламе. Люди как покупали его, так они и будут покупать. Ну, на самом деле, это действительно может быть правдой, да. Но у нас есть тоже опыт, наверное, и в нашей стране, что хорошие товары, мы просто их не понимали, мы их просто не знали, да. Поэтому, может быть, там кому-то он очень известен за рубежом или в другом городе, а здесь он просто не то, что он плохой, мы его просто не знаем, с чем его идят, как его подавать. Поэтому любому товару нужна реклама. Вопрос в каком виде? А считаете ли вы, что религия тоже нуждается в рекламе? Вопрос очень интересный и, наверное, неоднозначный. Каждый по-разному, наверное, к этому отнесется. Но, на мой взгляд, мне кажется, что да. Смотрите далее, вы узнаете, как реклама приучила советских людей есть плавленый сыр и морепродукты. Я часто слышал, как раз касаясь темы рекламы и религии, что когда готовишь какой-то проект, телевизионный или документальный, часто продюсеры говорят, что, вы знаете, говорит, реклама, религия сегодня не продается. А значит, скажем, вкладывать средства в создание этих материалов, я не беру материалы, скажем, такие миссионерские или пропагандистские, да, то нет смысла в это вкладывать. И при этом я смотрю, что в последнее время появляется много фильмов, много телепрограмм, касающиеся так или иначе религий. Вот как вы думаете, вообще действительно ли не продается религия сегодня? Ну, что такое продавать религию? То есть я имею в виду, что продукт, связанный с… вот продукт религиозного содержания не так востребован потребителем, зрителем, будь то, или просто человеком. Вы знаете, мне так кажется, что сейчас настало то время, когда это как раз востребовано. Может быть, не всем, может быть, не в той мере, как востребованы нас сейчас нерелигиозные, да, или фантастические моменты. Но я берусь говорить конкретно даже о нашей программе, о нашей компании или о том круге лиц, с кем я общаюсь, нерелигиозные люди. Вопрос в том, что сейчас они больше задают вопросов и больше смотрят и читают литературу, которая содержит вот такие моменты. Я был очень удивлен, что на этот фильм, который мы сейчас все с вами наверняка смотрели… Вы имеете в виду про Дезмона Доса? Да, да. Даже без моего какого-то участия мои коллеги советовали своим клиентам пойти посмотреть, потому что это очень эффективный фильм. Я был удивлен на самом-то деле. Мне не надо было прилагать усилий, хотя у меня был вариант, да, с клиентами переговорить, да, подсказать и рассказать. И еще несколько книг, не могу сейчас вспомнить, у нас девушка сейчас работает, которая опять проводит такую информацию среди клиентов и коллег и незначай рекламирует книги здорового образа жизни, которые все-таки нацелены на религиозные какие-то моменты. Они перемешиваются с Библией, они перемешиваются с тем, что несколько лет назад было непопулярным, а сейчас это становится популярным. И это можно продавать, зависит как, для чего и какие цели. То есть вы сказали, что она делает это таким скрытым образом, получается? Не то чтобы скрытым, это не нацелено на продажи как таковые, да, и человек не думает, что им манипулируют. Она просто рассказывает свой личный опыт, и вот смотрите, как у меня произошло. И те люди, с кем она общается, уже хотят это попробовать, не имеет разницы прочитать книгу, посмотреть, прийти на какое-то мероприятие или поучаствовать в какой-то, ну, допустим, школу питания, да. Но ничего такого нет, да. Но когда ты смотришь это с точки зрения религии, с точки зрения Библии, то ты понимаешь, что люди идут сперва за одним, слышат другое, получают два сразу. Хорошо, я сейчас предлагаю прерваться и посмотреть небольшой материал о том, какой была реклама в Москве во время Российской империи и во время Советского Союза. Здравствуй, Мария. О чем так задумалась? Аня, хорошая, помоги горю. Задумала к именинам моего Карлуша вышить ему сорочку. Но не имею подходящего узора. Не знаю, где его достать. Такому горе легко помочь. Купи кусок глицеринового мыла за 20 копеек фабрики Бракар и компании. У них каждому мылу приложены бесплатные, прекрасные и всевозможные узоры для вышивания. Формула «Купи что-то и получи подарок» работает с 1896 года. То, что реклама двигатель торговли, понимал еще сам Менцель. Улица Кузнецкий мост сегодня пестрит огнями, вывесками и объявлениями. В 1880 году здесь появилась первая световая реклама. Электрические лампочки украсили вывеску «Пассаж». А по адресу Кузнецкий мост, дом 3, в прошлом даже некоторое время располагалась контора рекламного агентства Менцеля. К 1913 году в Москве и Санкт-Петербурге насчитывалось около 50 рекламных агентств. Плакаты, афиши, тумбы, транспорт, киоски, заборы, стены домов – так всевозможные рекламные площади были освоены уже более ста лет назад. В печатной рекламе абсолютным лидером были лекарственные и косметические средства. «Хороший аппетит знает только тот, кто принимает пилюли АРА» из дегуляционных рекламных объявлений. В советские годы реклама в России обрела новый характер. С одной стороны, плановая экономика, отсутствие конкуренции и дефицит делала товары народного потребления исключительно нужными и без всякой рекламы. С другой, государство через рекламу старалось приучать граждан к определенному поведению вкусом. К примеру, советские люди никак не хотели есть морепродукты – консервированные мидии, трепанги, морские гребешки. Они не пользовались популярностью, как и новый продукт – плавленый сыр. Именно за эти продукты и развернули широкую агитацию. Лучше всего работала скрытая реклама. Потребление плавленых сырков резко увеличилось после статьи «Веженедельники недели». «С сыром супа не испортишь». В тексте статьи объяснялось, что плавленый сыр ничуть не хуже обыкновенного, и переводились рецепты с использованием сырков. Реклама – это средство заставить людей нуждаться в том, о чем они раньше не слыхали. Марти Ларни, финский писатель и журналист. Есть ли товары или услуги, рекламой которых вы заниматься не будете? Да, у нас в коллективе, в компании есть такая устная договорённость, в которой мы не приемлем рекламу табачных, алкогольных. Ну, в наших изданиях, которых мы выпускаем, у наших клиентов уже тоже есть понимание, что к нам к этому не обращаться. Вы знаете, очень часто к нам обращаются компании, которые, ну, или зарабатывают на беде людей, предлагая нам намного больше. Мы реально могли бы заработать на этом деле. Но у меня есть чёткое понимание экстрасенсов, гадалок, ясновидящих, которые к нам обращаются в немалом количестве, не каждый день, конечно, но достаточно. Не рекламируем. Для них ничего не изготавливаем, чтобы они не просили. А на чём основан вот именно ваш отказ? Какой принцип лежит в основе? Ну, первое, я сам в это не верю. И пытаюсь пропагандировать своей верой это дело. Чтобы оно не приносило какие бы дивиденды, доходы не приносило, я понимаю, что на этом я не заработаю. И будет хуже не только мне, но тем людям, которые это потребляют. Это первое. Второй вопрос. У нас есть компании, которые, к сожалению, зарабатывают на том, на обмане. Ну, берём те же кадры, да. Они рекламируют энную вакансию, которая для того, чтобы трудоустройство, нужно заплатить энную сумму денег. Не имеет разницы за что. За страховку, за спецодежду или ещё что-то как-то. Конечно, мы на первом этапе не всегда можем это проверить. Но у нас есть люди, которые делают контрольные закупки. Если у нас есть сомнения или к нам поступили какие-то моменты, мы прерываем сотрудничать, если мы не успели это узнать и начали сотрудничать, мы прерываем, потому что это неправильно. Мы к этому не хотим быть причастны, поэтому не сотрудничаем с такого рода компаниями для того, чтобы не то что нашу репутацию, но опять на горе не заработаешь. Есть моменты, на которых можно заработать честные, правильные деньги. Ну а вообще, насколько, опять-таки возвращаясь, насколько мораль и реклама — это вещи, скажем, сосуществующие вместе? То есть насколько вы действительно можете добиться успеха, если будете принципиальными в работе со своими клиентами? Вы знаете, иногда для клиентов принципиальность — это показывает, что это достойный партнёр, который не подведёт тебя в нужное время. Не все такие, к сожалению, да, и мы сталкиваемся, что нас подводят якобы принципиальные партнёры или клиенты, но принципиальность им вот в этом деле, да, мораль и реклама для нас — это совместимые вещи. Без этого никак. Я не хочу, знаете, чувствовать себя некомфортно. Я не хочу, чтобы мои коллеги чувствовали себя некомфортно и понимали, что мы сегодня заработали хорошие деньги, но мы где-то попустили какой-то момент и перешагнули наши внутренние, да, те стержни, которые мы держали, может быть, годами, а потом ради денег, ради процветания отказываемся от этого. Поэтому для нас это важно, и мы стараемся это поддерживать. Нелегко. Некоторые с нас смеются, некоторые думают, ну, это не бизнес, это не зарабатывание денег, это вы так и так далее. Но нам более 15 лет, значит, мы чего-то добились, значит, мы можем не зарабатывать миллиарды, но для того, чтобы не одному десятку человек предоставить рабочее место, комфортные условия, значит, можно не просто существовать, ну, и заниматься бизнесом, зная, что это и мораль, и реклама. И если говорить всё-таки о христианстве, насколько христианство нуждается сегодня в рекламе? Да, повторюсь, вопрос очень интересный, по-разному относится. Я недавно говорил буквально про эту тему с человеком, который отнёсся к вопросу очень отрицательно. И его позиция реклама и христианство – это несовместимые вещи, это нельзя об этом говорить, ну, и всё. Я человек неконфликтный, поэтому нет-нет, нет диалога, ну, зачем? Ну, найдём другого собеседника. И сегодня вы задаёте этот вопрос. Мне кажется, опять реклама, реклама является сам христианин. И если мы пропагандируем одно христианство, а живём в другом христианстве, вот это идёт антиреклама. Поэтому реклама и христианство, в моём понимании, это совместимые вещи, и её нужно рекламировать. Но, может быть, немножечко не в таком понимании, как мы сегодня понимаем рекламу. В том, наверное, отрицательном моменте, где реклама, она заставляет потребителя именно потреблять эти продукты, пользоваться этой услугой. А в моём понимании, реклама и христианство, она просто рассказывает, какие здесь есть моменты, которых мы можем просто не знать. Через несколько минут вы узнаете, как известный кондитер Алексей Абрикосов повысил продажи своих сладостей. Ну вот как раз многие говорят, что реклама, она и способствовала тому, что наше общество сегодня превратилось в общество потребления, когда производители нам всё больше и больше говорят, что есть масса новых вещей, и люди, не успевая попользоваться одним, или пользуются каким-то товаром несколько лет, и вдруг видят, что появляется что-то новое, и каждый месяц новый, и на всё у тебя же не хватит ни средств, ни времени. И вот тогда жизнь человека превращается в такую гонку, когда нужно больше, больше, больше. И, наверное, вот в этом плане и возникает у людей такое негативное впечатление от рекламы, не просто как способа информации, как вот вы говорите, что предоставить правильную или нужную информацию человеку о том товаре или о какой-либо услуге. Но поэтому мне интересно, что вот вы заметили насчёт антирекламы. Многие говорят, что лучшая реклама — это антиреклама. Но с религией это не работает. Это не работает, к сожалению. Или наоборот, это работает, но в отрицательном моменте. Потому что стоит буквально одному как-то повести себя не так. И уже христианцы говорят совершенно по-другому. Или о другой религии, да? Если он ведёт себя не согласно принципам того или иного направления, религиозного направления, то сразу идут отрицательные моменты. Значит, все такие, значит, всё такое. А вот это самое страшное, потому что судят, к сожалению, по одному. К сожалению, на сегодняшний день мы не можем исключить эти отрицательные моменты, да? Но нельзя судить по одному за всех. Поэтому надо рассказывать и рекламировать, рассказывая людям, потребителю, какие есть положительные моменты в той или иной области религоведения. Ну, при этом тоже вот интересно, что часто сталкиваешься с тем, что вот миссионерство, в принципе, это и есть реклама, ну, христиан. Рекламная деятельность. Да, рекламная деятельность в христианской церкви, независимо от её конфессиональной принадлежности. И вот здесь вот сталкиваешься как раз с тем, что вы говорите, такая раздвоенность. Слова людей, то есть рекламные лозунги, да? И потом жизнь человека. И вот тут ты видишь, как бы, такой некий конфликт, после которого человек говорит, а, и у вас точно так же, да? Или, ну, и вы ничем не отличаетесь. К сожалению, я столкнулся с… Так как я христианин, и также, ну, несу, будем так говорить, миссионерское какое-то служение, я столкнулся с таким, что иногда можно делать всё наилучшим образом, но в каком-то моменте, если всплывает какой-то отрицательный момент другого человека или деятельность какой-то организации религиозной, то всё твоё желание сделать хорошо рушится на корню. Почему? Недавно буквально, приглашая на какое-то мероприятие человека в нашем районе, человек задал только такой один вопрос. А ходит ли на это мероприятие тот-то и тот-то? Я был удивлён, откуда он знает этих людей, а так как я стараюсь быть всегда честным, да, конечно же, ходит, да, участвует и так далее. Нет, я тогда не приду. Почему? И он рассказывает мне некие истории, которые мне были неприятны. Я понимаю, что вот как раз вот эти моменты, они мешают миссионерской деятельности, мешают христианству развиваться в том ключе, который должны быть. Поэтому мы, я стараюсь, свою семью, своих коллег, где бы они ни были, что бы они ни делали, что бы они ни говорили, чтобы потом не было стыдно никому из окружения, ни в словах, ни в делах. Это очень важно, особенно в христианстве. Владимир, спасибо вам большое за беседу. И сейчас я предлагаю посмотреть заключительный сюжет нашей программы. Если говорят о рекламе, это плохая реклама. Если говорят о товаре, это хорошая реклама. Дэвид О'Гилви, английский копирайтер и рекламщик. Изощренности и фантазии первых российских рекламщиков могут позавидовать современные специалисты по маркетингу. Главное, что нужно знать для успешной рекламы, тогда и сейчас вкусы своего покупателя. Известен пример одной из успешных рекламных компаний поставщика двора его императорского величества кондитерской фирмы абрикосов и сыновья. Владельцы, известные на всю страну сладкой империи, заметили, что в их магазинах среди покупателей мало мужчин. Тогда ради завлечения в кондитерские сильного пола был придуман хитроумный план. По Москве пустили слух, что в новых магазинах абрикосовых за прилавком будут работать только хорошенькие барышни. Причем в одних исключительно блондинки, в других брюнетки. Предприниматели действительно организовали специальный набор симпатичных девушек для работы в магазинах и не прогадали. Заинтригованные мужчины стали активно интересоваться конфетами, халвой, печеньем и мармеладом. Продажа кондитерских изделий абрикосовых заметно увеличилась. Сегодня ежегодно в мире тратится более 500 миллиардов долларов на рекламу. К 65 годам человек в среднем успевает посмотреть более 2 миллионов рекламных роликов. Жесткая конкуренция среди товаров и услуг зачастую заставляет вкладывать денег больше в рекламу, чем в разработку самого продукта. Так американские фармацевтические компании тратят в два раза больше денег на рекламу, чем на исследования. Сегодня реклама стала самым влиятельным видом искусства на земле. Если бы рекламодатели тратили на улучшение своей продукции те деньги, которые они тратят на рекламу, их продукция не нуждалась бы в рекламе. Уилл Роджерс голливудский актер Исследователи считают, что реклама побуждает человека приобретать товары, апеллируя к его основным инстинктам, таким как секс, страх, чувство собственного достоинства, инстинкт самосохранения и жажда власти. Будьте благоразумны в своих желаниях. Это были прогулки по Москве. Увидимся! Редактор субтитров